Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Андрей Белов. Здравствуйте. События, факты, комментарии. Говорим о главном к этому часу. Во Владимире Дома культуры молодежи проводили контрактников. В зону специальной военной операции отправились очередные добровольцы со всех районов Владимирской области. Будущих бойцов провожали родные волонтеры. Представитель Русской Православной Церкви Алексей служит в Свято-Казанском храме. Он регулярно благословляет добровольцев на защиту Родины. По людям видно, что люди идут с такой готовностью, с какой-то жертвенностью. Если честно, видно спокойствие, нет какого-то такого волнения. Волнение, тишина, спокойствие, чувство долга, что надо идти до конца. Чтобы помочь стране, можно подать заявку на службу по контракту через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны или на ресурсе службы по контракту.рф. Областной пункт отбора работает во Владимире по адресу улицы 1-я Пионерская, 92. Бойцов сначала отправят в учебные подразделения. Для них главное, я уже сказал, им говорил, это восстановить свои знания, свой опыт, который им был дан раньше. Но сейчас новые требования, новые условия. И освоить вот эту новую, ну, проще скажу, науку, воевую для себя. Отнестись к этому нужно очень, очень и очень серьезно. Не могут оставаться в стороне. Волонтеры из Мурома продолжают помогать участникам спецоперации. Представители отряда по зову сердца собирают гуманитарную адресную помощь для своих земляков, которые находятся в зоне СВО. Здесь мы формируем посылки минные, а также обычные продуктовые наборы, ну, и всякие нужности, которые просят ребят. В данный момент формируется продуктовая помощь в виде консерв различных мясных, ну, и также гарниров к ним. Вот. Так как у нас на носу, так сказать, отправка, мы в темпе, в темпе все упаковываем. Также волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов. За лето изготовлено уже больше десяти. Добровольцы говорят, эта работа очень важна. С помощью маскировочных сетей военнослужащие могут прятать от противника блиндажи и военную технику, а также защищать свои жизни. Поэтому на фронте их ждут с нетерпением. В конструкцию сетей волонтеры внесли изменения в соответствии с пожеланиями бойцов. То есть мы плетем не по стандарту МЭО, где есть четкие квадраты и линии. То есть мы ушли от этого, потому что ребята говорят, что это считывается. Вот. Мы ушли от этого. Плюс у нас не просто сеть, а у нас пластиковая сетка, которая намного лучше отражает, например, сбросы, какие-то удары. То есть она отпружинивает, соответственно, ну, там, гранаты или еще что-то, какие-то сбросы, они улетают. То есть она, как многие натягивают сначала сетку-рабицу, да, а потом уже кладут сеть обычную. Вот. Наши сетки, они позволяют вот не использовать сетку-рабицу. Продолжаем выпуск. Двум братьям из Мурма предъявлено обвинение в организации азартных игр. Незаконным бизнесом они занимались больше полутора лет. По данным следствия, для игорных заведений они подобрали штат сотрудников. Оборудовали помещение компьютерной техникой и доступом к интернету. Следователи и сотрудники ФСБ изъяли 52 персональных компьютера, носители электронной информации, документацию о работе игорных заведений и более 13 миллионов рублей в отечественной и иностранной валюте. Подозреваемым уже предъявлено обвинение в совершении преступления. В Гусь-Хрустальном районе проходит тепловая реновация. Чтобы сделать жизнь населения комфортнее, советское оборудование заменят на современное. Источником тепла станут блочно-модульные котельные, а трубы уберут под землю. Подробнее в нашем следующем материале. Возле 10-й школы в Гусь-Хрустальном перекопано. Здесь ведутся работы по замене теплотрассы. Зам директора учебного заведения рада такому обновлению. Ведь решаются две проблемы – нехватка тепла в школе и вандализм на трубах. Мы очень довольны тем, что теплотрассу все-таки взрывают землю. Будем говорить так, я уже своим языком. Потому что нам надоело это. Дети собираются на теплотрассах, сидят на трубах, мусорничают, сорвают обшивку с труб. То есть уже и теплоноситель снижается. Поэтому холодно уже от этого в школе. И вот если сейчас это все в землю опустят, естественно, у нас и теплее в школе будет. И не будет этого безобразия. Здесь и бомжи, и дети хулиганят сами, понимаете. И для нас это очень хорошо. Мы очень довольны, что ее уберут отсюда. Чтобы начать воплощать проект в жизнь, понадобилось около двух лет. Разрабатывали план, искали источники финансирования. По словам главы города Гусь-Хрустального Алексея Соколова, большую поддержку оказал губернатор Александр Авдеев. Он очень сильно нам помог войти в проект, который финансируется из Фонда национального благосостояния. И за два года, 2023-2024, будет построено 6 новых котельных, порядка 15 километров новых сетей будет проложено. И если взять количество жителей города, которые так или иначе затронут эту модернизацию, то это порядка 40 тысяч жителей, потребителей данной услуги. То есть это действительно очень значимый, очень серьезный объект. Масштаб работ поражает. Как и современное оборудование, которое приходит на смену отслужившему. По словам специалистов, работа советских котельных не отличается гибкостью. Их нельзя запустить быстро, если, например, наступили майские заморозки. С новым оборудованием это можно будет сделать при помощи одной кнопки. Тут подобрано оборудование, которое должно работать не менее 20 лет, надежно. И обеспечивать качественное теплоснабжение тех людей, которых они будут снабжать теплом. Поэтому, как бы тяжело не было, тем не менее, подобрано самое современное оборудование, подобрано одна из самых современных автоматик регулирования, безопасности и так далее. Стоимость этого масштабного проекта тепловой реновации – 1 миллиард рублей. Конец работ запланирован на 2024 год. Александра Маркина и Егор Евдокимов. К другим новостям. Во Владимирской области начал работу ресурсный центр НКО. Он создан при поддержке регионального правительства на базе центра компетенций. Главная задача – помощь некоммерческим организациям. Они оказывают содействие общественникам в подготовке проектов, оформлении документов, предоставляют информацию, необходимую для работы. Как отметил первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов, главная задача центра – повысить качество проектов НКО. А также помогать достойным проектам получать финансирование. Это такой надежный партнер для некоммерческих организаций, для правительства в реализации проектов общественных, социальных, с тем, чтобы те проекты, которые реализуются в сфере образования, спорта, культуры, патриотики, они были выполнены на таком качественном, новом, высоком уровне. Стали еще интереснее, чтобы больше людей узнавало об этих событиях. И буквально за последние годы мы в пять раз увеличили объем привлекаемых средств в область за счет некоммерческих организаций. Это свыше 110 миллионов рублей ежегодно 50 организаций, которые получают поддержку на свои проекты, привлекают в область. Ресурсный центр НКО работает всего около месяца. За это время в него обратились свыше 50 общественных организаций. Сотрудники центра планируют помогать как созданию новых проектов, так и развитию уже существующих. Мы до конца августа проведем еще несколько мероприятий. Семинар школы активного гражданина, а также семинар по проектной деятельности. Будет у нас в сентябре интересное мероприятие, посвященное отчетности и внесению изменений в документы вместе с Министерством юстиции. Также планируется в ноябре месяце проведение форума. Консультации у нас ежедневно проходят. Своё столетие в этом году отмечает Мстерская лаковая миниатюра. В России, напомним, существует всего 4 школы лаковой миниатюрной живописи. И Мстера одна из них. Подробнее о том, почему работы этих мастеров считаются сложными и сколько занимает создание одной в материале моих коллег. От центра русской иконописи до одной школы лаковой миниатюры мстерские мастера прошли этот путь за три поколения. Поздравить их со столетием редкого промысла приехал первый замглавы региона Александр Ремига. Через вас узнают те образы России, которые известны из мира. И, безусловно, наша общая задача с вами развивать и способствовать тому, чтобы молодежь все более активно втягивалась в этот процесс. Всегда работы мстерских мастеров отличали уточенные цвета, геометрические узоры и сюжет. На них изображали сцены из русских народных сказок или истории родного края. Сегодня мастерам дают больше свободы. Сама работа и техника, мне кажется, это ничего не изменилось. Как есть, заложенная основа написания миниатюры и иконописи, она сохраняется в полном объеме. Но поиски как творческих художников, они ищут новые. Сегодня в Мстерском центре работает 35 человек, в их числе и молодые специалисты. Одна из задач, поставленных главой региона Александром Авдеевым, создать все условия для жизни и развития в родном крае. Многие боятся связаться, связать свою жизнь с художественным промыслом, потому что это не какое-то краткосрочное занятие. Это действительно нужно посвящать много времени, усилий. Потом, конечно, эти вложения будут закупаться, но не все это понимают. Роспись одной шкатулки может занимать больше года. Для ее создания используют сусальное золото, перламутр или алюминиевую пудру. Поэтому первые лаковые миниатюры могли позволить себе только члены царской семьи. Сегодня это искусство активно выводят в люди. Сейчас мы отходим от классического изображения, то есть от классической шкатулки. Мы сейчас пишем более унифицированные работы. То есть это и ежедневники, и ручки расписываем, и даже флешки с мышками расписываем, чтобы это было более доступно. И на самом деле эти работы уже радовали всех. К столетию производства центр выпустил книгу «Мстера-жемчужина России». Сегодня мечтает цель местных мастеров, как и раньше, сделать лаковый промысел известным на весь мир. Александр Инин и Евгения Волкова. Во Владимирской области обнаружили следы бурого медведя. В соцсетях региона появилось видео со следами косолапого. Отпечатки лап зверя обнаружил начальник госохотоинспекции Валерий Кувтин. В наших краях бурые медведи не обитают с конца 70-х годов. Однако периодически заходят в гости. По словам Валерия Кувтина, последние несколько лет отпечатки лап часто видят в Клязьминско-Луховском заказнике и охоту-угодиях Меленковского района. Ехал, а мне был следов. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Продолжайте следить за развитием событий на нашем сайте и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, то звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а мои коллеги подведут итоги этого дня ровно в 19.00. Оставайтесь с нами.